Пройти пешком от Шуанинского до Сентинского храма и увидеть, как на ладони западную вершину Эльбруса и красоту гор двух ущельей отправилась первая на сегодняшний день туристическая группа студентов Кычегу. Смотрите подробности. В средние века Шуанинский и Сентинский храмы соединяла пешая тропа. Расстояние между ними около 25 километров по руслам рек Большая Шуана и Джингерик. В рамках проекта «Кавказ-дом» первая на сегодняшний день туристическая группа организованно направилась по живописному маршруту. По осеннему лесу, пересекая горные стремительные ручьи, преодолевая крутые подъемы, пролегает этот путь. А такие красоты и пейзажи на лирическое настроение настроят каждого. Счастье, вдруг в тишине посущалось двери. Пешком через большое ущелье Шуана, пройдя 13 километров, студенты вышли на плато Дордун над Оулом Джингерик, где разбили палаточный лагерь и остановились на ночлег. Великолепная панорама величественных вершин и белоснежного Эльбруса открывается отсюда. На второй день к участникам передвижного форума приехал ректор Кычегу Таусултан Узденов. Мы вас очень ждали. Спасибо, спасибо. Я рад приветствовать всех. Самое сложное и самое интересное, я думаю, часть маршрута пройдена. Все хорошо себя чувствуют? Да. Да? Сильно устали? Нет. Нет? Да. А почему не взяли меня с собой? В следующий раз обязательно я тоже буду с вами. На Высокогорье на фоне прекрасных вершин под шатром продолжили беседу участники проекта «Кавказдом». Ребята отделились с Таусултаном Маубикировичем впечатлениями и строили планы. Диалог получился живой, интересный и содержательный. А реализовался этот передвижной форум благодаря… Прежде всего, это центр экстремальных видов спорта «Донбай», который организовал, который выиграл грант. Университет выступил партнером, основным партнером этого мероприятия. И мы всегда готовы поддерживать мероприятия, направленные на развитие молодежи, развитие их творческих, креативных способностей. Здесь, замерев молча, хочется долго наблюдать эту красоту и вершины не только гор Тибердинского, но и Кубанского ущелья. По программе студенческого туризма прошла отбор и студентка Ивановского госуниверситета Анастасия Ленец, что помогло ей стать участником. Больше всего меня впечатлили эти прекрасные виды, потому что, конечно, в нашем центральном федеральном округе такого не хватает. Все эти многоэтажки надоедают, и вот хочется просто вырваться и полюбоваться на эти просторы. Я была в вашем прекрасном городе, но там довольно холодно, но красивый город. И даже в полевых условиях Исмаил Качкаров готовит вкусные завтраки и обеды. Помогают ему студенты, а чтобы все были накормлены, Исмаил начинает трудиться с шести утра. Ориентировочно в лагере свыше 40 человек. И получилось, завтрак у нас был хачаны с мясом, хачаны с картошкой, пироги с сыром и с творогом. Потом шашлык из курицы, шурпа из баранины. И, кажется, на сегодня все. Храмовый маршрут предполагает три варианта передвижения – пеший, конный и автомобильный. Его мы разрабатывали давно и продолжительное время изучали эту местность, говорят организаторы. Начинали мы наш маршрут утром в 9 часов. Вчера? Да. Здесь мы были к закату, в 5 часа мы уже были в лагере. А почему для ночлега выбирается? Понятно, что пейзажи красивые, еще плюс какой? Разница между точками старта и остановки как раз позволяет за световой день дойти. От Шанинского храма большую часть маршрута участники проекта «Кавказ-дом» прошли пешком. А оставшуюся часть пути от плато Дардон до Сентинского храма решили преодолеть на автомобилях. И на закате солнца они направились в путь. Аладинаева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Харачева, Черкесия.